Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена факторингу. Вы видите на экране наши контактные данные, нашу электронную почту, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитика ДНС Гардашева Галина. И если вам, например, по какой-то причине не удалось досмотреть до конца или время проведения нашей встречи оказалось вообще неудобным, вы можете немного позже вернуться на наш сайт. Мы выкладываем записи вебинаров и, возможно, вас еще какая-то информация заинтересует. Мы будем рады оказаться вам полезны и милости просим к сотрудничеству. Итак, о чем мы с вами сегодня будем разговаривать и каким образом. Программу вебинара вы видите сейчас на экране. Мы будем смотреть нормативную информацию на слайдиках и будем переключаться на демобазу. Сейчас я сделаю это вот таким образом. Демобаза ERP и, так сказать, некоторые моменты смотреть поподробнее на местности, если можно так выразиться. Снова переключаемся на наши слайдики. И, собственно говоря, поговорим мы вот о чем. На самом деле факторинг – это уже давно существующая система. Это не открытие вчерашнего дня. И, на самом деле, с ней, к сожалению, связано достаточно много мифов. Но на практике, как обычно говорится, в таких случаях гладко волны бумаги забыли про овраги. Так и тут. Мы, естественно, поговорим про эти тонкости, поговорим про механизм, так сказать, восстановим в памяти нормативные требования. И поговорим про отражение в учете, что надо в ERP заполнить, чтобы вести учет договоров факторинга. Ну и, соответственно, поговорим про дополнительные сервисы, про дополнительные отчеты. В общем, немножко информации вокруг и около. Начнем с нормативных моментов и поговорим вот о чем. То есть, что такое факторинг? Факторинг практически в нашей практике начал еще в 90-е годы применяться. Но, собственно говоря, факторинг очень интересен с точки зрения покупателя. Но не очень интересен с точки зрения банка, потому что это рискованный вид договоров. То есть, вид договора в этом случае у нас факторинг. И когда мы заполняем справочники, то факторинг выбирается при создании договора. Договор факторинга заключается от финансового агента, чаще всего это, естественно, банки. Дальше они называются факторами. И фактор представляет денежные средства, фактически кредитуют под уступку правотребования. То есть, особенно для фирм, которые работают с оптовыми ритейлерами, с сетевиками, это очень заманчивая, конечно, перспектива, потому что они получают деньги за реализованный товар с отсрочкой месяц, иногда больше. И, естественно, для того, чтобы не допустить финансовых, кассовых разрывов, им интересно финансирование под уже отгруженные товары, под дебиторскую задолженность. Но, к сожалению, видимо, с этим связано большинство мифов. То есть, факторинг сейчас предлагают практически все, кому не лениво. И Озон предлагает факторинг, естественно, Сбер, то есть, предлагают услуги разные банки и на разных условиях. То есть, факторинг – это фактически коммерческая сделка, которая предполагает, что мы в рамках договора передаем право требования по своим накладным и так далее банку. И, собственно говоря, после этого должно начаться счастье. Банк нам переводит, например, 80-90% от нашей задолженности дебиторской. И все хорошо и все прекрасно. Когда платят покупатели, то, соответственно, деньги направляются нашему фактору и погашается задолженность дебиторская перед предприятием. Ну, допустим, реклама, которую дают сейчас, например, Сбер, то есть, у вас 120 дней без комиссии, то есть, вам не требуется залог, то есть, все прозрачно, никаких скрытых комиссий. Ну, то есть, счастье со всех сторон, и грех им не воспользоваться. На самом деле, не все так радужно. И поговорим сначала о том, какие именно договора факторинга бывают. То есть, на самом деле, факторинг, ну, естественно, имеет свои плюсы. То есть, фактически, это разновидность кредита. И, в зависимости от самого договора, поставщик получает деньги, которые ему полагаются за отгруженный товар, либо в день совершения операции, либо на следующий день. И, собственно говоря, вроде бы как все хорошо. Но минусы тоже есть, потому что, ну, естественно, факторинг – это более рискованная финансовая процедура, чем кредит. И, соответственно, дороже стоит. То есть, факторинг, естественно, не благотворительная акция, а достаточно, как я уже сказала, рискованный вид кредитования. И не все агенты готовы подписывать уведомления об уступке права требования. Это хорошо, когда, допустим, предприятие работает с сетевиками. То есть, когда это крупная ритейлерская организация. И в этом случае они больше как бы идут, более охотно идут на риск. А если это небольшие предприятия, небольшие покупатели, то переуступка права требования обычно их очень настораживает. Ну, естественно, возникает дополнительный документ оборот, потому что оформляются документы по уступке требования, кто кому чего должен и по каким документам. Если схематично изобразить, то у нас получается вот таким образом действует факторинг. То есть, поставщик отгружает товары и оформляет, отгружает товары покупателю. И, соответственно, оформляется по договору факторинга уступка прав требования. Факторинговые организации чаще всего факторинговые организации – это банки. Но, как я уже сказала, вот сейчас в интернете активно мелькает информация о том, что Озон представляет факторинговые услуги. Но, тем не менее, организация «Фактор» у нас перечисляет поставщику до 90% долга. То есть, чаще всего 80-90%, но, естественно, зависит от того, как заключен договор. И потом, при получении от покупателя денежных средств, факторинговая компания вычитает свою комиссию и оставшиеся средства переводит поставщику. На самом деле, в ERP это можно отразить несколькими способами, несколькими документами, зависит от того, опять же, от условий факторинга, и от того, какие вы выбрали дальнейшие документы. То есть, реализацию мы отражаем либо обычной реализацией товаров и услуг, либо, если это какие-то у нас услуги, реализация услуг и прочих активов, либо акты выполненных работ, ну, то есть, одним из классических видов документов. И теперь, в случае, если у нас все хорошо, наш покупатель дисциплинированный и переводит денежки сразу, то есть, не имеет задержек, то все хорошо и все счастливы. А вот, если у нас покупатель не оплачивает денежные средства в течение какого-то длительного времени, либо в его отношении запущена процедура банкротства, либо, если задолженность признана безнадежной, то в этом случае возникает такой вопрос, а как были с деньгами, которые получены от фактора, и, соответственно, в этом случае поставщик, который от фактора получил, так сказать, авансовый платеж, должен вернуть полученные средства. При этом он заплатит комиссию, то есть, соответственно, как будто все произошло по, так сказать, обычному пути, и он заплатит за услуги пользования заемными средствами. Но вот здесь сразу нужно оговориться, что у нас существует два вида факторинга, то есть факторинг с регрессом и без регресса. И, значит, если у нас получается, что поставщик, например, с покупателя должен требовать самостоятельно дебюторскую задолженность, то, естественно, в этом случае риски, так сказать, ложатся на поставщика, потому что полученные денежные средства он вернул фактору, заплатил за пользование средствами и теперь сам должен работать с дебюторской задолженностью и изыскивать способы, какими он может воспользоваться для, ну, скажем так, для нажима на дебютора. Собственно говоря, сам процесс переуступки требования у нас тоже может быть нескольких вариантов. Ну, вот два самых распространенных. Это когда мы переуступку прав отражаем через финансовый результат или когда выполняем прямой взаиморасчет. То есть в одном случае, если через финансовый результат, то мы с вами можем действовать через документ отражения прочих доходов и расходов. И вот здесь у нас наступает тот момент, когда мы должны заполнять в ERP некоторые справочники. Мы вернемся к этому немножко позже и посмотрим поподробнее. Сейчас еще немножко теории, так сказать, восстановим в памяти. Что такое факторинг с регрессом и без регресса? Ну, во-первых, мы с вами помним, что факторинг бывает открытый. Это когда покупателю приходит уведомление о том, что переданы права требования. И закрытый, когда покупатели не ставят в известность. Ну и, собственно, когда происходит риск неоплатежа, то у нас бывает, как я уже говорила, факторинг с регрессом. Это когда в случае неоплаты долга дебитором с поставщика списывается сумма задолженности. И, соответственно, в этом случае такой вид факторинга немного более дешевый, потому что фактор не берет на себя обязательство работать с покупателем и вытряхивать из него деньги. И, соответственно, в этом случае комиссия бывает минимальной, потому что фактор ничем особо не рискует и, собственно говоря, особо не напрягается. А вот факторинг без регресса – это, собственно говоря, самый привлекательный вид факторинга, но, к сожалению, самый менее распространенный. Когда риск неплатежа по задолженности берет на себя банковская организация, если она фактор, и, соответственно, работу с дебитором по возвращению задолженности проводит службы фактора, ну, соответственно, с привлечением всех законных средств. Вот в этом случае факторинг будет гораздо более дорогой, потому что заложен риск неплатежа в стоимости факторинга. Ну и, собственно говоря, банки более щепетильно относятся к тому, что, например, требуется или не требуется залог и так далее. Ну, в этом случае взаимозачет мы используем документ по взаимозачету, и если мы оплачиваем услуги фактору, то мы отражаем расходы по комиссии фактора. Ну, для этого мы используем документ услуг, прочие услуги и прочие активы, поступление прочих услуг и прочих активов. И сейчас немножко поговорим про то, какие мы должны заполнить справочники. Сейчас мы с вами перейдем на нашу домобазу, но сначала я хочу немножечко показать слайдик. Значит, здесь у меня отмечено, выделено красным подраздел, то есть финансовый результат и контролинг. И у нас есть отражение прочих доходов и расходов. Значит, соответственно, чтобы создать такой документ, нам необходимо сделать некоторые настройки. То есть некоторые настройки, это значит статьи доходов и статьи расходов. Добавить, соответственно, такие, которые соответствуют нашему договору факторинга, и указать ГФУ, то есть на каких счетах будут учитываться эти операции. Сейчас мы с вами перейдем на демобазу. Вот таким образом. И первое, что хочу сказать вам, это то, что в обязательном порядке надо следить за актуальностью релиза. Потому что, ну, во-первых, вы, наверное, все слышали про то, что у нас налоговая реформа планируется, и будет много изменений. Во-вторых, изменения, которые уже произошли, очень много их было, и в релизах до сих пор происходят такие достаточно заметные изменения. Посмотрите, мы можем вот по этой пиктограммке сведения о программе. И сейчас проснется. То есть вот здесь мы с вами видим сведения о платформе, и вот здесь мы с вами видим сведения о конфигурации. Мы с вами сейчас будем смотреть на конфигурации 2.5.15. Это не очень древний релиз, но, тем не менее, он январьский. А сейчас уже действует релиз 2.5.17, и, соответственно, в ней нашли уже свое отражение многие изменения, которые были. Ну, во-первых, касательно НДФЛ, касательно того, как отражается заработная плата, и, соответственно, вносы с заработной платы, ну и по налогу на прибыль. Поэтому следите за актуальностью и проверяйте, когда произошло обновление. Если у вас не доработанная программа, то вы можете обновить ее сами. Но чаще всего, поскольку ERP, это, собственно, большая учетная программа, которая рассчитана на больших участников, то есть на заводы, на крупные торговые организации, то, соответственно, обновление выполняется айтишной службой, и ваша задача только внимательно следить за тем, что выходит новое, чтобы иметь всегда актуальные релизы, например, рекламентных документов, отчетов и так далее. Так, значит, мы с вами остановились на том, что у нас подрастили финансовый контроль, финансовый результат и контролинг. Существуют вот такие настройки, то есть резервы предстоящих расходов и статьи доходов, статьи расходов. То есть нам для того, чтобы отражать операции по факторингу, необходимо статьи доходов и статьи расходов дополнить. И, соответственно, если мы дополняем статьи доходов, мы попадаем, вот переходим по ссылке и попадаем вот в такой журнал, это журнал общих документов, точнее, общих статей расходов. Ну и, соответственно, если вот такая пиктограммка стоит, черточка с точкой, это значит, у нас такая статья была создана при загрузке через конфигуратор, а вот все, что мы добавляем дополнительно, у нас, соответственно, не имеет точки. Вот. И это уже наше творчество. Ну, я вот выводила для примера доходы от переуступки прав требования. Значит, если мы заполняем доходы от переуступки прав требований, то есть название я ввожу такое, какое мне требуется для того, чтобы понимать. ну, естественно, указывал, что это договор факторинга, там номер такой-то и так далее. То есть указывал реквизиты договора. И группа статей. Что у нас показывает группа статей? Группа статей – это, собственно говоря, наша группировка, папочки, которые, ну, как-то сортируют статьи расходов, ну, либо по смыслу, либо по каким-то другим правилам. То есть их может и не быть, может быть, у вас общий список статей. Ну, вот мы выбираем то, что подходит для нашей ситуации и способ распределения. Вот способ распределения у нас как бы вот так. Сейчас делаем. Способы распределения мы тоже можем добавить. Ну, и, соответственно, я выбрала пропорционально выручки. Ну, соответственно, выбираем условия, которые соответствуют нашему договору факторинга. Группа финансового учета, ГФУ. Здесь у нас с вами сейчас вот так тоже ну, настройки, которые мы создавали. И если у нас еще не было таких статей, таких договоров, то нам нужно такую статью создать. То есть здесь мы просто через кнопочку создать используем сейчас где-где-где вот, допустим, прочие операционные доходы, например, я могу выбрать и вот по такой пиктограммике посмотреть, а что же у меня здесь такое. здесь у меня 91-й счет и прочие операционные расходы. Значит, то, что у меня отражается на 91-м 0-1-м счете и, соответственно, для того, чтобы создать то, что мне нужно по факторингу, я должна полностью цепочку настроек пройти. Ну, оговорюсь, что по факторингу чаще всего это используются вне реализационные доходы и расходы и, соответственно, когда я ввожу доходы от переуступки права требования, то я выбираю тип аналитики договоров с поставщиком и обязательно ставлю здесь вот чекбокс, то есть красивую такую зеленую галочку и, значит, знаю, что у меня в этом случае будет контролироваться аналитика. То есть у меня во всех документах программа будет анализировать, что введено, что не введено. И теперь переходим на закладочку регламентированный учет и для целей налогового учета я, соответственно, это принимаю к налоговому учету и доходов выбираю прочие вне реализационные доходы и ставлю, что у меня основа. То есть независимо от того, какая у меня система. Если сейчас плательщиком ИНВД я, естественно, не являюсь, поскольку ИНВД упразднено, ну, вдруг у меня где-то был патент. То есть после того, как я заполняю всю информацию, которая здесь требуется, собственно, я задала доходы, статьи доходов. Нет, я не буду сохранять. Вот так вот мы сделаем. И могу переходить к статьям расходов. Ну, статьи расходов это, естественно, комиссии фактора и какие-то дополнительные могут быть расходы, если банк оказывает какой-то дополнительный сервер, дополнительные услуги. в этом случае я точно так же, ну, вот, например, допустим, создаю новую группу, новую, новую ГФУ без группы, то есть я не ставлю его ни в какую группу, вот видите, у меня такой будет группа не заполненная. Ну, описание, естественно, я добавляю, что такое против нереализационные расходы, ну, и заполняю все сведения, все проводки, которые у меня будут в учете, в регламентированном для отражения вот здесь я на всякий случай себя проверяю, то есть расходов, доходов, я расходов ставлю. Вот, значит, записать, закрыть, и я создаю статью, так мы не будем сейчас ее записывать, статью расходов, то есть теперь я, в общем-то, подготовила себе сведения и могу начинать работать с факторинговыми документами, с факторинговыми операциями. Сейчас мы с вами переключимся на слайдики, вот видите, этот наш слайдик показывает, где мы только что были, то есть статьи доходов и статьи расходов, и мы переключаемся с вами, то есть мы создали статьи доходов, мы это уже посмотрели на практике, то есть доходы от переуступки права требования, соответственно, у меня стоят пропорционально выручки распределения, и вот мы с вами посмотрели, что тип доходов это договор с поставщиком и красивый чекбок зелененький контролирует заполнение аналитики. Кроме этого, то есть мы можем организовать отражение факторинга через взаимозачет, то есть мы можем списание задолженности выполнять через операцию списания задолженности. Возвращаемся снова к нашим примерчикам. так, вот так, значит, и в этом случае мы с вами переходим в раздел у нас с вами есть регламентированный учет, где есть некоторые документы, которые нам могут быть интересны, но больше нас интересует раздел казначейства, в котором есть блок взаимозачета и списание задолженности. То есть, соответственно, мы можем использовать этот блок, точнее, документы по взаимозачету. Снова вернемся к слайдикам и, соответственно, если мы списываем дебиторскую задолженность, то на закладочке дебиторская задолженность мы выбираем дебиторскую задолженность. А сейчас мы с вами вернемся снова в раздел финансовый результат и посмотрим отражение прочих доходов и расходов. Уже сами документы. Значит, идем в наши финансовые результаты и здесь у нас есть блок доходы и расходы финансовый результат. И вот здесь у нас есть позиция меню отражения прочих доходов и расходов. Если я перехожу по этой ссылке, я попадаю в журнал этих документов. И уже здесь через кнопочку создать я соответственно выбираю, что я хочу сделать. Допустим, регистрация расходов или регистрация доходов. Вот обратите внимание, это немножко отступление так сказать про интересные вещи. То есть очень интересный раздел реклассификации иногда, точнее часто, его используют в крупных предприятиях для корректировки неправильных данных. Ну, нас интересует регистрация расходов и регистрация доходов. Вот у меня создан для примера документ регистрация доходов. Соответственно, я задаю сведения про участников, то есть моя организация, мой мое юрлицо я выбираю деловой союз и вид операции выбираю соответственно из того, что мне доступно, но я доходы выбираю сейчас. И на закладочке доходы я задаю, обратите внимание, ну, подразделение это естественно может быть, может не быть, то есть это зависит от вашей структуры и направления деятельности. То есть я выбрала розничную продажу, но это чисто для примера, потому что направления деятельности естественно у вас могут быть свои и это просто как пример использования. То есть если я выберу показать все, то мне переводят в справочник, в котором внесены мои виды деятельности. У меня вид деятельности производственная, соответственно, с разными вариациями и торговая деятельность. Торговая естественно может быть и оптовая и розничная, ну, собственно говоря, розничную продажу мы выбираем как для показания примера. И выбираем соответственно статьи доходов и аналитику. Я суммы не вводила, поэтому вот эти вот у нас пустые будут. Ну, естественно, если у вас уже какие-то цифры есть, то вы выбирайте свои сведения. И обратите внимание, то есть я пишу, что у меня аналитика вот такая, доходы, активы и пассивы за должность фактора. Здесь у меня тоже справочник, который я задаю самостоятельно. То есть соответственно я могу сюда добавить сколько мне угодно статей. И счета учета, то есть ГФУ. Это дополнительно то есть те настройки, которые я создавала, когда настраивала статьи доходов и статьи расходов. То есть контрагентом фактором у меня выступает банк. банк, чтобы было понятно, на самом деле это может быть организация, которая контрагента или ваша собственная организация, это не важно. И счета учета, то есть соответственно на каких счетах учета у меня будет учитываться факторинг. То есть факторинг у нас идет 76-й счет на 0,9. Ну международный учет сейчас уже не так актуален, поскольку у нас везде санкции, но тем не менее такая возможность предусмотрена. Собственно говоря, я настроила по себе ГФО и у меня вот здесь вот это отражается. Так, мы закроем сейчас. Нет, нам не надо изменять. И снова вернемся к нашим слайдикам. Вот такое. Вот это то, что мы с вами посмотрели, то есть регистрация расходов и доходов. Мы создаем их в соответствии с нашими реалиями. И сейчас посмотрим вот такой слайдик, то есть это то, где мы с вами были, собственно говоря, когда регистрировали доходы, то есть это документ, который при регистрации доходов, вот мы с вами посмотрели его счета ГФУ посмотрели, но здесь и уделение, это у нас закладочка доходы, просто чтобы зрительная память сработала. И повторюсь, у нас аналитика, статья доходов уступка прав требований и аналитика доходов, то есть какой контрагент, ну соответственно я выбираю справочник контрагента. Теперь снова возвращаемся к нашим слайдикам, к нашим демо примером и таким образом значит у нас с вами фактуринговые операции могут отражаться через подменю казначейства сверки взаимозачета и списания задолженности, то есть в этом случае у нас получается один документ должен отражать переуступку права требования, следующий документ должен отражать когда происходит оплата за счет нашему фактору и выставление списания задолженности, которая возникла у фактора и соответственно за его услуги выставлены какие-то счета. То есть какой-то специфической документации у нас в этом случае не содержится и основная нагрузка скажем так смысловая и физическая приходится на договор факторинга. То есть соответственно этот договор у нас отражает все условия, которые мы закладываем и в этом случае надо обращать внимание на то, что ну во-первых с залогом без залога нам предоставили договор, во-вторых много достаточно рекламы, которая у нас касается условий, на которых представляется факторинг, то есть например финансирование любых размеров, развивайте свой бизнес с факторингом, минимум документов, ну короче реклама бывает достаточно разная и к сожалению даже крупные предприятия, ну то есть например Сбербанк и так далее рекламируют эти услуги, но если мы с вами на практике сталкиваемся, то кроме того, что вы должны предоставлять списки предприятий, чью дебиторскую задолженность вы передаете по такому договору, то соответственно еще дополнительно требуется если например большое количество операций, то это тоже сложность, которая факторинг как бы скажем тормозит, потому что если у вас 2-3 сетевых ритейлера и вы с ними заключаете договор и передаете банк на них документы, то это одно дело, а если у вас например сеть из небольших предприятий, небольших ИП, торговых точек, которые принадлежат ИП, то вы столкнетесь уже с проблемами, которые в общем-то связаны с тем, что банк очень неохотно заключает договор с такими организациями. по отношению к фактурингу это можно рассматривать как определенный вид финансирования и собственно говоря для страховки от кассовых разрывов. В связи с тем, что у нас сейчас достаточно много изменений, хотелось еще показать вам некоторые отчеты. Во-первых, фактуринг это мы всегда можем посмотреть, вот у нас есть регламентированный учет и действия бухгалтерский налоговый учет, у нас есть стандартные бухгалтерские отчеты и соответственно мы можем посмотреть результаты наших операций, которые мы делали в разделе казначейства через взаимозачеты мы можем посмотреть на стандартных бухгалтерских документах. Это чаще всего анализ оборотно-сальдовая ведомость и оборотно-сальдовая ведомость по счету. Ну, то есть вот ОСВшка у нас поставим вот так вот с января, чтобы был побольше период оборотно-сальдовая ведомость у нас показывает все движения, которые происходили по всем нашим документам. Настройки, которые мы можем делать здесь, ну, собственно, интересны нам в том плане, что это насколько комфортно мы видим эту ведомость. Ну, во-первых, если мы ставим флажок отражать по субсчетам, то будут доступны данные по субсчетам, если они будут стоять, то будет свернутая сальда. Если мы на закладочке отбор ставим за балансовые счета, то в этом случае, ну, соответственно, мы можем видеть нулевые счета, это если мы работаем, например, с давальческим сырьем, то будет там 0-0, первый, 0-0, третий и так далее. А вот если мы на закладочку дополнительные поля с вами переходим, то здесь у нас есть вот такая галочка, такой чекбокс, то есть выводить наименование счетов. Если я его сейчас сниму, то есть нет такой галочки, то у меня будет выглядеть вот таким образом моя ведомость. Если я ставлю эту ответку дополнительные поля чекбокс, то у меня, соответственно, будет наименование счетов. Ну, это чисто как комфортность восприятия данного отчета. Кому-то не нужны такие расшифровки, а если, допустим, скажем так, недостаточного опыта или план счетов плохо знает человек, то тогда с наименованием счетов. И здесь у нас мы можем посмотреть регистры налогового отчета. А, еще вот какой момент. То есть у нас при отборе мы выбираем показатели, закладочка показателей. Если мы выбираем, например, налоговый отчет и ну, если ставим здесь чекбоксы, то у нас будет формироваться и управленческий учет, и налоговый учет. Ну, вот, если я ставлю бухгалтерский налоговый учет, у меня будет формироваться две строчки в каждой позиции, то есть по бухгалтерскому учету и по налоговому. Если у меня все хорошо, то, соответственно, у меня бухгалтерский учет с налоговым совпадает. Ну, и я могу посмотреть, допустим, если у меня 18 ПБУ я использую, то я могу посмотреть, что у меня здесь отражается и оценить, насколько я хорошо отражаю все операции. Ну, вот, видите, у меня уже не очень хорошо, потому что у меня висит красная сальда, значит, я где-то накосячила, надо будет посмотреть. Ну, естественно, в первую очередь это 90 счет нас интересует, то есть, соответственно, это наша выручка, это наша себестоимость, ну, собственно говоря, наш финансовый результат. В последнее, ну, не в последнее время, а во всяком случае по последние два года стала программка себя очень хвалить, разделить регламентированный учет. У нас с вами есть блок 1С отчетность и есть сервис 1С отчетность. Если я перехожу по ссылке вот регламентированной учеты, у меня программка сама себя сейчас похвалит, вот, то есть, как хорошо использовать этот сервис 1С отчетность, то есть, это возможность напрямую обмениваться с сайтами фискальных органов информации. Ну, поподробнее, что это из себя представляет, можно по ссылочке почитать и подключиться к 1С отчетности к сервису напрямую. Но здесь, как во всякой рекламе, есть кусочек ветчины и большая ложка дегтя. То есть, этот сервис, несмотря на всю его заманчивость, если у вас подписка ИТС проф, то для вас, внимание, для одного юрлица это будет бесплатный сервис, а за остальные, если, например, у меня 52 юридических лица, то за остальные я должна буду доплачивать. Если у меня подписка ИТС Техно, то в этом случае у меня бесплатных нету подписок и только за деньги. Но, правда, денежные средства есть другое, скажем так, то есть, на год это будет стоить порядка 4-800, но зависит от лицензии, от количества лицензии. Но стоимость, если разделить помесячно, то получается совсем дружественная. 1С отчетности чем интересно? Тем, что, во-первых, сокращается время на получение ответов от налоговых органов, а во-вторых, вы можете подключиться к сервису 1С платежи ЕНС, ЕНП, вернее, извините. То есть, это новый сервис, который изначально был только для предпринимателей, сейчас уже он расширен и для юридических лиц. То есть, это отдельный личный кабинет, который позволяет работать с единым налоговым платежом и, соответственно, получать оперативную информацию и подсказки. На самом деле, сервис комфортный и помогает даже не очень, скажем так, квалифицированным сотрудникам разобраться с тем, что, куда, к чему и что надо в ближайшее время сделать. И еще про сервисы. То есть, у нас с вами здесь в ERP есть несколько сервисов. Есть сервис 1С сотрудники, то есть, личные кабинеты, сервисы личных кабинетов. Есть сервис 1С сотрудник, он доступен из раздела кадры и из раздела зарплата. То есть, вот у нас, видите, сервис 1С кабинет сотрудника и точно такой же доступен 1С из меню зарплаты, 1С сервис кабинет сотрудника. Это один И на тот же сервис просто в разных подразделах для удобства размещено. То есть это сервис, который позволяет сотрудникам самостоятельно формировать расчетные листки, справки 2НДФЛ и так далее. Для того, чтобы его подключить, в общем-то, не очень сложно почитать. Про него можно по такой ссылочке. И дальше, ну вот здесь, для подключения этого сервиса лучше воспользоваться с помощью айтишника. Ну, соответственно, заполнить информацию и вот такую кнопочку нажать «Подключить». А есть у нас с вами еще сервисы, личные кабинеты, которые расположены в блоке 1С отчетность. То есть вот в таком формате вы видите ссылку на личные кабинеты. Если я переключаюсь на журнал, на общий журнал отчетности, то у меня эти позиции меню располагаются вот в верхней линеечке. И личные кабинеты находятся здесь. То есть личный кабинет налогоплательщика юрлица и налогоплательщика индивидуального предпринимателя у меня расположены, так сказать, в первых рядах. И эти сервисы показывают взаимоотношения с налоговыми органами. То есть, соответственно, регистрационные данные, выписки в ядрю и так далее. На самом деле этими сервисами нужно обязательно воспользоваться, когда вы готовите отчетность, проверить регистрационные данные. Потому что, как вы знаете, в 2021 году было принято постановление, по которому даже отчетность, которая сдана должным образом и с соблюдением всех сроков, может быть признана, не сдана, не предоставлена. И в числе причин, по которой налоговые органы могут так квалифицировать вашу отчетность, находятся недостоверные данные про ваших учредителей. Это на самом деле достаточно распространенная причина, потому что, ну, если это связано с криминальными действиями, то понятно. Но чаще всего бывает, что это не связано с криминальными действиями, а связано с обычным головотяпством. То есть, например, ваш учредитель поменял паспорт по возрасту или, наоборот, зарегистрировал брак и сменил фамилию. То есть, он как бы сделал это все по срокам и так, как положено, но кадровики или главный бухгалтер ни сном, ни духом про это не ведал и, соответственно, не внес изменения в регистрационные данные. И, соответственно, в этом случае вам программа выдаст предоставление недостоверных сведений. И не только вашу отчетность посчитает непредоставленной, но и заблокирует хита и все остальное. То есть, соответственно, потом придется предпринимать усилия для того, чтобы исключить организацию из всех черных списков. Бывшие ФСС, нынешние это СФР, Социальный фонд России, здесь интерес представляет больше не вот этот личный кабинет, потому что это отчеты по камеральным проверкам, акты и так далее. А вот этот, то есть, это личный кабинет по электронным листкам нетрудоспособности и всем соцвыплатам. То есть, электронные листки нетрудоспособности, соответственно... Сейчас у нас только в электронном формате предоставляются и отслеживать работу с этими листками достаточно удобно по этому сервису. И еще личный кабинет по статистике. Стоит про него отдельно сказать, потому что два года назад статистика стала применять штрафные санкции. До этого, в общем-то, больше декларативно они имели право применять, но говорили, а я и я, и да, эти все вовремя и не штрафовали. Но сейчас, вот в прошлом году, так это 100%, применяются штрафные санкции. И статистика и в прошлом году, и в этом году предоставила целый список новых отчетов, которые, в общем-то, по выборке предоставляются. И нужно проверить, под какие выборки попало ваше предприятие по своему ИНН. Потому что в противном случае за нарушение сроков предоставления этих отчетов вас отштрафуют на 70 тысяч, при повторном на 150 тысяч. Это, собственно, сервисы личных кабинетов, с которыми мы привыкли работать, и они достаточно информативные и комфортные. Еще, значит, в разделе «Регламентированный учет» у нас есть раздел «Единый налоговый счет», и, как я уже сказала, то есть у нас есть личный кабинет по «Единому налоговому счету». Значит, в этом случае мы, если нам нужно этим кабинетом воспользоваться, ну, сделаем вот так вот. Как вы видите, у нас, если работа нам нужна с этим кабинетом, то программа просит подключить сервис 1С отчетность. И, соответственно, в этом случае, сейчас у меня диалоговое окно откроется, если я подключила, то все хорошо, и у меня будет счастье. А если не подключила, то, соответственно, мне выдаст вот такое диалоговое окно, что я должна заполнить, то есть красные поля с подчеркиванием. И, соответственно, если какие-то ошибки, то у меня будут подсказки, что было сделано неправильно. Но поскольку у меня база для примера, то есть у меня виртуальный, так сказать, ИНН и все остальное, то понятно, что у меня будет программа ругаться, что не включаются ИНН или еще какие-то моменты. Но вот такой сервис, значит, доступен и, на самом деле, очень комфортен, во всяком случае, по расчету с единым социальным тортежом. Значит, теперь мы с вами еще, что хотелось посмотреть, делаем вот так. Значит, нет, мы сохранять не будем. И еще у нас есть сервисы, которые помогают, во всяком случае, для расчетов налогов по прибыли и по упрощенке. То есть, во-первых, у нас есть вот такой анализ учета по налогу на прибыль. В принципе, вы с ним все знакомы, он уже не первый день действует, просто в последних релизах он был усовершенствован. А еще у нас есть... Так, отключим, отключим, а то нам здесь мешаются закладки. То есть, у нас есть в разделе, опять же, рекламентированный учет, книга доходов и расходов. То есть, книга доходов и расходов ОСН у нас была изменена не так давно. Вот, я сделаю сформировать. То есть, у нас изменился титульный лист. Из титульного листа у нас ушло указание адреса. И, соответственно, видите, у меня выдается предупреждение, что данный отчет не актуален. То есть, книга доходов и расходов. Напоминаю, мы не должны давать книгу доходов и расходов в налоговые органы. Но, тем не менее, у нас она должна быть сформирована. И представлена по требованию, скажем так, если какие-то проверки. То есть, у нас... Так, вот так сделаем. На титульном листе свои исправления. Доходы и расходы. Соответственно, вид самого листа не изменился. Нет, нет, у меня Дана хотела показать саму книгу. То есть, книга о доходах и расходах. Новая форма была. И, соответственно, печатный лист титульного листа. Нужно проверить, так формируется или не так формируется. И еще то, что мне хотелось вам показать. Это, соответственно, в разделе отчеты. Исполнение контрактов по ГОС. На самом деле, вот это очень нужный. Сервис, деловой отчет. Вот так вот. По контракту. То есть, я могу выбрать по какому-то конкретному контракту. Ну, например, вот так вот. Деловой союз. Ну, то есть, я выбираю, соответственно, сведения, которые касаются конкретного контракта. И выбираю конкретно период. На какой конкретный период эти сведения сформировать. И в этом случае у меня есть возможность проконтролировать все ли документы предоставлены и так далее. То есть, если это, например, гособоронзаказ, то, соответственно, данные военной приемки. Ну, и из того, что старое, хорошо знакомое, это сверка данных оперативного и бухгалтерского учета. То есть, в этом случае у нас, получается, данные... Вот мы поставим год. Возьмем организацию, деловой союз. И сформируем отчет. То есть, это тоже стоит делать... Так. Стоит делать перед закрытием месяца, перед формированием отчетных документов. Потому что, видите, у меня... Ну, вот конкретно совершенно у меня отрицательные остатки по банку. То есть, соответственно, я где-то, ну, очень сильно схалтурила. И я могу посмотреть, а где же это я так увлекся. То есть, вот я могу посмотреть, что у меня... Ну, чего-то не так в этой жизни. Так, закрываем. И обратите внимание, у нас прослеживаемые товары. Были включены еще некоторые группы товаров. И работа с прослеживаемыми товарами. У нас регламентирован учет подраздел. И в разделе «Сервис» у нас с вами вот по этой ссылочке доступно учет прослеживаемых товаров. Обратите внимание, то есть, не забыли ли вы, если вы с такими товарами работали, то есть, вот, если мы откроем, то здесь видите возможность перехода в нужный раздел. И, соответственно, возможность проконтролировать, все ли правильно, если вы не ввели, то начали вводить все ли благополучно. И сформировать отчеты, которые требуются для представления в налоговый орган. К сожалению, на этом у нас время заканчивается. Мы с вами перейдем снова в наши слайдники, на титульный лист. Я хочу напомнить вам наши контакты, телефоны, телеграм-контакты, адрес сайта. И поблагодарить вас за время, которое вы нам уделили, за внимание. Мы будем рады оказать вам любые услуги. Мы весь спектр выполняем. Услуг с программным обеспечением 1С. И продажа, и настройка, и доработка, и, собственно, весь спектр. Поэтому будем рады оказаться вам полезными. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...